всем привет продолжаем изучать spring тема у нас сегодня валидация 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 как вы все знаете обычные пользователи интернета у нас люди со странностями и они весьма непредсказуемые существа они могут ввести все что угодно но мы-то мы-то должны будем с этим как-то жить и чтобы облегчить свое существование чтобы вообще работать только с корректными данными нам нужно входящие данные как-то проверить даже если бы юзер с другой стороны там сидит идеальный даже идеальный юзер может вести не то чтобы нам хотелось не то чтобы мы планировали соответственно на наша задача что сделать проверить данные и в случае некорректности отправить ему информативное сообщение что мы от него конкретно хотим то есть помочь ему и помочь себе сделать нашу жизнь и их жизнь лучше да так и так теперь займемся этим как можно глядировать входящие данные у нас существует два подхода это вот вот у нас данные да перед тем как их сохранить пазу данных мы например можем классический его рассмотреть и их их дзен элс то есть проверять это поле не равно нулю это поле соответствует следующему паттерну или например это поле такой-то длины то есть все делать через и в зен элс то есть наш старый наш старый добрый и в зен элс и зависимости от того куда вот этот вот поток вас выведет вы отобразите следующую страницу ну и мы можете передать еще некий объект с ошибками которые вы потом отобразите на странице темплейте это скажем такой классический подход но как вы уже догадываетесь много много писанины и много писанины в спарринге данный подход не приветствует а приветствует совсем другой подход а именно а именно а именно а именно смотрите помните джипа я говорил что это спецификация также существует некая спецификация bin validation она значит у нас также определена в каком-то документе gsl кому интересно поищите поищите подробнее там значит что у нас в этой спецификации там описывается некая модель метаданных которая обеспечивает возможность декларативного определения ограничений то есть что мы будем делать мы по сути дела будем писать некие аннотации к полям чтобы показать что так вот здесь вот это поле не может быть нулем это поле должно быть какой-то длинны или это поле вообще кредитная карта и оно должно соответствовать определенному паттерну то есть как это выглядит на практике для этого давайте перейдем в нашу модель и пропишем например нот 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 бланк нот бланк что такое нот бланк это по сути дела не пустое не нулю значение то есть вот таким образом мы устанавливаем согласно спецификации н какие то ограничения констраинты 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 какие ограничения вы можете например мы можем сайт допустим мин у нас 5 и месседж если не соответствует то есть мы можем написать мин 5 характер вот такое сообщение мы последствия сможем передать сайт ну и давайте 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 для простоты сделаем то же самое хотя давайте здесь допустим какие ограничения мы можем сделать смотрите вот значит идем java validation constraints и смотрим список ограничений которые вы можете применять в зависимости от того что вам нужно то есть смотрите сайт то что мы то что применили паттерн паттерн вы конкретно да используйте регулярные регулярные то есть тут вообще можете все что угодно правда регулярные регулярные писать скажем так не самое не самое радостное занятие но благодаря этому механизму вы можете любое ограничение проверить и популярные еще есть null not null not empty есть email есть email прошу заметить есть digits это у нас цифры то есть посмотрите здесь повыбирайте какое вам вам нужно это значит скажем то что относится спецификация то есть то что будет реализовывать во всех во всех фреймворках которые вздумывают реализовать данную спецификацию теперь смотрите что есть особенного у хибернейта как мы видим здесь кредит карт number url то есть хибернейт нам также добавляет некоторые свои свои констрейнты свои ограничения которые вы можете налагать обычно налагается на на нашу модель все это дело и к полям но пользоваться можно на самом деле гораздо шире в данной спецификации bin validation так что мы м то есть вот наша бин валидейшн имплементация от хибернэйта ой ой я хотела вот сюда нажать вот я открыл данную страничку и то есть данную спецификацию и вы можете почитать соответственно как вы видите вы можете применять не только к полям модели просто к полям модели это наиболее популярная такая область применения но и к методам класса но мы сегодня будем рассматривать исключительно валидацию нашей модели кому интересно советую да и вообще если вы серьезно будете заниматься то это то нужно вот эту спецификацию иметь ввиду окей значит мы уже знаем есть некоторая спецификация у нас спринг поставляет нам ее реализацию мы знаем что мы это все дело аннотируем определенным образом вот мы проаннотируем аннотировали нашу модель так теперь нам нужно этим как-то воспользоваться значит так для этого мы сейчас идем в наш контроллер вот наш контроллер наша модель то есть мы будем проверять когда к нам приходят данные в метод пост метод пост приходят наши данные и мы будем проверять для этого нам нужно воспользоваться следующей для начала следующей аннотации валет валет это первый шаг который нам нужно сделать второй шаг вот когда произойдет валидация у нас же могут быть ошибки и здесь нам нужно объявить добавить вот как мы добавляли модель как мы добавляли модель вот мы модель здесь добавляем точно таким же образом нам нужно будет добавить некоторый дополнительный объект с помощью которого мы будем добавлять описание на страницу то есть вот мы добавили объект error объект error мы его используем для того чтобы взять и воспользоваться им воспользоваться им то есть когда мы к нам придет к нам придут вот валидированные данные в соответствии вот с этим вот то что мы здесь прописали некоторые характеристики некоторые ограничения если будет несоответствие то все несоответствия у нас скажем так попадут в баррес в баррес в баррес и давайте теперь нам нужно errors проверить на ошибки и и если ошибки есть мы возвращаем ту же самую страничку ту же самую страничку но на ней будут дополнительное вот это поле has errors там будет дополнительная возможность использовать вот этот errors который возможно возможно заполнен ошибками если он заполнен мы им воспользоваться и возьмем описание вот это наше описание и мы потом его клиним так так-так-так-так нам остался последний шаг значит для этого мы идем идем-идем на нашу страничку edit и нам нужно прописать следующие вещи создадим специальный спан специальный спан в котором мы будем отображать нашу ошибку давайте добавим ему класс в последствии мы данный класс сможем использовать чтобы придать некое оформление данной ошибке теперь теперь самое интересное мы сейчас снова будем пользоваться таймлифом пишем th используем th и здесь присутствует весьма необычный синтаксис мы fields 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 has errors и auto и И дальше, смотрите, вот, то есть, если у нас есть ошибки, то есть, вот эта надпись фактически говорит, если есть ошибки относительно поля аутор, относительно поля аутор, то отобрази эту ошибку. То есть, мы достаем из некоторого поля errors, скажем так, ошибку, описание ошибки, которая относится к аутору. И точно такое же мы делаем относительно нейма. То есть, нам здесь нужно лишь просто нейм здесь исправить, и вот здесь вот нейм. Сделали? Сделали. Теперь дальше. Поехали. Давайте, вот, чтобы вот наши вот эти ошибки, добавим им хоть какой-то цвет. Для этого воспользуемся КССом. Обычным КССом. Вот прописали мы КСС. А теперь давайте тестировать все наше приложение. Напоминаю, что мы работаем здесь со страничкой ЭДИТ. То есть, когда юзер захочет данные исправить, он должен будет соответствовать определенным правилам, которые мы прописали в модели. Вот наше запущенное приложение. Давайте, давайте заедитим. Заедитим ВАЛИМА. Заедитим ВАЛИМА. Допустим, мы здесь ВАЛ, а здесь ЭЛИМА. И ЭДИТ. И как мы видим, вот наши подсказки появились. То есть, должно быть минимум 7 и тут минимум 5. Вот таким образом все работает. Здорово? Здорово. То есть, еще раз повторю, вот эта спецификация бинвалидейшн, да, она описывает некоторую модель метаданных, обеспечивающая возможность нам декларативно, декларативно определить некоторые ограничения. то есть, наиболее популярный способ это у нас накладывание этих ограничений на модель. Но помните, вот этой спецификацией можно воспользоваться не только, не только вот на модель, но и на входящий параметр методов. Интересую, как как вы будете можете ими воспользоваться. Это зависит от вашего приложения. Но, пожалуй, все. Пожалуй, все. Все, что я хотела на сегодня вам рассказать. Изучайте Spring. Потому что, как мы видим, Spring просто невероятный. Просто, просто супер. То есть, он сокращает огромное количество кода, которое мы бы раньше писали. Spring по большому счету, да, вот как мы вот хоть и немного уже попробовали его, но мы видим, что он нам предоставляет, скажем так, некий декларативный интерфейс для создания, для работы со своим приложением. По крайней мере, с некоторыми шаблонными решениями. И это здорово. Так что, да, изучайте Spring. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok